Можно ли управлять скоростью света? Откуда на хороне пятна? Для тех, кто вечно опаздывает, российские ученые создали самые точные атомные часы. Из звездной пыли зарождается новая гигантская планета. И сегодня утром запустили ракету для изучения Земли. Приветствую на канале Кверти. С вами Денис Никулин и мой пилотный выпуск программы Science News. Как известно, скорость света 300 км в секунду. Но не всегда и не везде. Фотоны преломляются. Их тормозит атмосфера, и они редко двигаются прямо. По причине гравитации. Поэтому зачастую скорость меньше. Но физики России и Японии искусственно затормозили свет в 10 раз. Для достижения такого эффекта понадобился магнитофотонный кристалл из оптических резонаторов. Впервые эта идея пришла в голову в конце прошлого века Митсутеру и Ноуэ. Сейчас этот ученый активно сотрудничает с МГУ. Ожидается, что в будущем эта технология позволит создавать голографическую световую память, трехмерные экраны и световые суперкомпьютеры. Снимки планеты с сердцем Плутона прилетели еще в прошлом году. Но необычное пятно сопровождало и его спутника Харона. В течение года специалисты пытались понять, что могло вызвать такую окраску. Пятно образовано метаном, который мигрировал с Плутона. Впоследствии газ перешел в твердое состояние из-за экстремально низких температур на северном полюсе Харона. К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные New Horizon и проведя компьютерное моделирование, которое подтвердило раннее предположение. То батарейка садится, либо опаздывают вечно что-то не так, но не с новыми атомными часами. Хотя они весят несколько тонн, вряд ли поместятся в карман. Одна секунда 300 миллионов лет. Такая погрешность у самых точных часов, разработанных, кстати, российскими учеными из физического института имени Лебедева. И о хорошем. Эта разработка позволит сделать систему глобального позиционирования практически совершенной. Ученые обнаружили рождение новой планеты в облаке звездной пыли около звезды Тиви Гидра. За два десятилетия астрономы открыли, что планеты не обязательно следуют привычным шаблонам формирования. Тиви Гидре примерно 10 миллионов лет, и она является одним из ближайших молодых звезд к Солнечной системе. Вокруг нее крутятся частицы пыли. И проведя расчеты, учитывая ширину пробелов, ученые сделали вывод, что новая планета будет ледяным гигантом и чуть больше Нептуна. Сегодня утром ракета-носитель Вега вывела на орбиту спутники наблюдения за Землей Перусат-1 и Скайсат. Четыре спутника Скайсат предназначены для составления трехмерной модели поверхности Земли с разрешением менее одного метра. Кому нужна такая точность? Скайсат является дочерней компанией Google, которая собирается искать физические изменения на Земле с целью разрешения экономических, экологических и гуманитарных проблем. Ставьте лайки, если вам понравился мой краткий обзор новостей из мира науки. Пишите комментарии, пожелания и не ругайтесь сильно. Я здесь все-таки новенький. Если этот ролик наберет много лайков, уже в понедельник будет новый выпуск, учитывая ваши пожелания. До встречи на Кверте! Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.